Петь, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в ФК-10? Привет. Это на самом деле такое спонтанное решение. Я после того, как два года в Армении поиграл, я захотел, устал за профессиональный футбол и решил закончить. Хотя предложения были и в России, и за границей. Решил дома остаться. И здесь, я не помню, Даня Чаус позвонил мне. Медийная лига будет, собираем команду. Я говорю, ну, в принципе, два раза в неделю ненапряжно приезжать и так удовольствие получать. Болельщик, атмосферу. Очень приятно. Ты в свое время начинал в ЦСКА. Расскажи немножко про те времена. Хорошие времена были. Тогда ЦСКА очень сильный был. Самая сильная команда в России. И очень приятно было там находиться, играть. И в тот момент, когда чемпионы России стали, чемпионы кубок выиграли и суперкубок. Я в этом во всем участвовал. И было очень приятно. А почему ушел? Из ЦСКА. Ну, я сначала уходил в аренду. В одну, во вторую. Потом, когда Томи была в премьер-лиге, они выкупили мой контракт из ЦСКА. В принципе, я ушел в команду премьер-лиги на тот момент. Так что я ни о чем не залею явно. В чемпионате Армении также играл Паша Овчинников. Я не помню, вы играли вместе с ЦСКА или нет? В молодежке. Нет, я знаю его еще когда по детям скорее. А так нет. Я видел, что он давно в команде был. Но он говорит, что чемпионат Армении прям как ЛФЛ вот наша, словно московская. Я в ЛФЛ не играл, так что я не могу сравнить с этим. Ну, слабенький, да, чемпионик? Ну, послабее, да. Ну, у них интересный чемпионат Армении. У них больше он в атаку. Так что если что-то новое, кто-то хоть попробует. И для кого-то это может быть лучше, чем Первая лига, да. Потому что чемпионат в плане зрелищности, он намного интереснее. А ты из ЦСКА сейчас следишь? Я слежу, у меня знакомые, друзья там, да, играют. Как тебе при Федотове? Ну, сейчас ЦСКА очень сильно поменялся. И, ну, наверное, сейчас, за последние года два, это, наверное, самый сильный по составу, наверное, и по игре сейчас в команде. Ну, ты в кого выделил из нынешнего состава? Я бы выделил, я, к сожалению, в иностранцах путаюсь, кто там что. Наверное, ну, мне Инджуки нравится, во-первых, то есть как он дриблинг, он очень такой зрелищный, активный. Он уже все, уехал, да. Тогда, наверное, Караскаль. Ну, вот Караскаль, да, Караскаль очень сильно. Да, я, наверное, все выделяю. Возвращаться в большой футбол больше не планируешь, да, или? Я устал уже от каждодневных тренировок. Поэтому я сейчас как-то больше времени семье себе уделяю. Про сегодняшний матч немножко расскажи, как тебе атмосфера? Атмосфера хорошая, нам, в принципе, сразу предупреждали, то, что придут болельщики много, то, что будут какие-то перфомансы. С Амкалом, мне кажется, все команды интересно играют, и все игры интересно складываются. Так, даже сегодня, несмотря на то, что проиграли, они забили на последней минуте. Из тех времен, когда ты был в ЦСКА, каково прям выделил, кто вообще топ был? Там все топ были, я так не могу выделить. Там Берзутский, Игнашевичи были, Акинфеев, так что там топ-команда была. Там все топ были. Тебе кто помогал в основе адаптироваться? Мне? Много кто. С Луцки в том числе помогал очень. Атмосфера как была в той команде? Бодрая? Да, все дружелюбные были. Ты интервью еще не написал? Класс, спасибо тебе большое. Конечно.